привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег странно сегодня тема нашей передачи будет продолжение наши наших уроков о команде рядом я хочу до вас донести что исполнение команды рядом так и исполнение любых других команд как начало выстраивание ваших взаимоотношений начинается не с непосредственно изучения вот этой вот команды любой другой команда начинается она именно с кухни потому что главный скажем так из факторов воздействия на вашу собаку то есть как вы можете воздействовать на нее становясь вожаком это пищевой фактор то есть вы начинаете выстраивать свои взаимоотношения именно с еды то есть когда вы начинаете правильно кормить свое животное начинаете взвешивать начинаете размешивать еду своими руками для того чтобы примешать этот запах тогда этот запах когда собака кушает запах хозяина его рук вместе с пищи попадаете вот она понимает от кого именно она получает еду и вот здесь вот закладывается фундамент понимаете именно фундамент команды рядом фундамент команды сидеть именно фундамент команды лежать то есть помимо того что вы вы кормить нужно правильно да то есть соблюдая именно ту дозировку которая указана на упаковке именно в подвес вашей собаки вы заметили что я руками своими сейчас откладывал корм для того чтобы довести именно до той весовой норме которую нужно это первое то есть для того чтобы мой запах именно мой индивидуальный запах примешался к запаху еды и когда собака будет кушать она будет понимать от кого вообще она получает этот корм для собаки кто является владельцем еды тот является владельцем мира понимаете то есть вы для нее становитесь ну вообще просто не 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 авторитетом номер один что происходит дальше вот посмотрите на утреннее кормление там положим если 600 700 800 грамм зависимости от того каким кормом вы кормите вес вашей собаки порода то есть возрастная категория я на утреннее кормление даю вообще минимальное количество еды для чего для чего я это делаю для того чтобы промотивировать занятия с собакой то есть там ну буквально там на немецкую овчарку там лабрадора да там по 100 грамм я даю еды отвечаю на следующий вопрос то есть какая подкормку у меня какую подкормку я использую во время трассировки собак я использую то что они кушают в обычный скажем так своей жизни то есть вот ту еду положим там 400-700 грамм зависимости опять же после весовой категории то есть все это нужно соблюдать все делать правильно отсюда я заряжаю свою сумочку да вот она моя сумочка урок как шить эту сумочку будет ссылочка на этот урок я с этой нормы докладываю себе я с этой нормы беру закладываю себе в сумку да и мы вот начинаем грессировочные мероприятия именно то есть я не превышаю лимит еды который положит собаке от этого значит не происходит никакого ожирения ничего подобного то есть собака получает именно ту дневную норму но мы эту дневную норму растягиваем еще на дрессировочные мероприятия единственный момент есть тренировка некоторых команд где нужно именно контрастная контрастно давать кусочки пищи то есть то что в обыденной жизни мы иногда не даем то есть мы даем гораздо вкуснее да ну например когда вы тренируете команду фу одна из методик имеется ввиду что собаку нужно поощрить гораздо вкуснейшей едой нежели кушает она в обыденной жизни ну там еще ряд нет некоторых команд но это уже отдельная тема мы сегодня с вами разговариваем о команде рядом итак следующий этап это само непосредственное кормление то есть первый этап мы закладываем пищу примешиваем свой запах этой пищи и следующий этап это этап кормления то есть мы становимся вожаком посредством еды все вы когда собираетесь на улицу и начинаете кормить животное оно приходит возбужденное состояние и вот здесь вот вот начинается и цап дисциплины то есть никогда не надо поощрять возбужденное состояние собака должна быть успокоенной прежде чем вы выйдете то есть ваша прогулка ваша ваша то что собака начинает тянуть поводок начинается именно с момента выхода на улицу то есть если вы поощряете возбужденное состояние собака начинает прыгать активно вести себя когда вы берете в руки поводок то вот оно начало движения того что собака начинает тянуть его здесь нужно дождаться успокоительного момента когда собака успокоиться точно так же и в кормлении то есть собака успокоилась вы поощряете ее спокойное состояние вот сейчас собаки очень сильно хотят есть очень сильно хотят есть то есть не ели они со вчерашнего дня вчера вечером как я их покормил сегодня вот утром пришел я стою с тарелками да собаки сидят там смотрят но я никогда в жизни не открою дверку вольера пока она не успокоится собаке то есть как это происходит ну давайте уже посмотрим и в и и и и и и и и и Ну, вот примерно Таким образом То есть Ваша проблема С поводком, ваша проблема С выпуденным состоянием Ваша проблема с Именно Любая проблема начинается Выстраивание фундамента Я вам говорил Стоит стать вожаком и тогда Собака вас не будет тянуть Как стать вожаком? Я сейчас вам на конкретном Примере продемонстрировал Не буду я сейчас повторяться О том, что в первой стае всегда идет вожак То, что первый Кушает всегда вожак То есть вы, когда выстраиваете иерархию Вашей стаи, то есть ваша стая Это не значит, что там У вас 250 собак живет Ваша стая, суррогатная стая Это ваша семья То есть ребенок, жена, бабушка Дедушка и так далее Собака должна кушать всегда последней Не на первом месте она должна находиться А именно на последнем месте вашей стаи Вот, собственно говоря Вот так вот мы закладываем Фундамент взаимоотношений И еще раз хочу повторить О том, что тема Тянуть поводок Начинается именно не с лечения Самого момента То есть это уже конечный результат Когда вы начинаете дергать поводок А начинается с правильного кормления С правильного отношения То есть Если вы находитесь дома Сидите на диване Вы не пускаете собаку Если вы кушаете То вы кушаете первой А собака кушает вторая Когда она кушает Она принимает ваши условия Когда вы выходите на улицу Вы всегда вводите собаку В спокойном состоянии То есть тогда Собака уже сама по себе Не будет тянуть у вас поводок И вам не придется корректировать Вот такое вот поведение дерганями Поэтому еще раз хочу ответить На один из вопросов Которые мне задавали Что ага Мол там Собака в лесу у вас идет рядышком Да Поверьте мне Друзья мои Она идет у меня рядышком Всегда везде Будь это город Деревня Лес какой-то Машины кругом ездят Велосипедисты всегда ездят Потому что я для своей собаки Я являюсь вожаком Я хочу чтобы именно вы Тоже стали вожаком для своей собаки Тогда у вас проблем не будет Мой канал не о том Как научить вашу собаку Сидеть, лежать, ходить рядом А о том Как правильно выстроить Ваши взаимоотношения Итак, друзья мои Когда вы заслужите доверия Когда вы заслужите уважения У вас все получится Все будет идти Четко, правильно и хорошо И ваши взаимоотношения будут Ровные Хорошие и партнерские И именно как взаимоотношения Человек-собака Не человека-человек А человек-собака Не унижайте собаку Когда вы ее очеловечиваете С вами был канал Я и мой хвост Я его автор и ведущий Олег Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!